Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Вы знаете, я занимаюсь изучением воздействия слова не просто на организм человека, а на личность и на жизнь человека. Я считаю, что слово как звук есть не что иное, как некая космическая сила. Если мы правильно произнесем звук, то бишь слово, которое должно быть однозначно по своей природе, никаких вещей не нести двухзначных. Я уже много раз вам говорю, типа есть. То ли вы будете употреблять еду, то ли у вас там есть машина, есть дом, семья и так далее. Вот, и естественно, мне интересно узнать, как другие люди взаимодействуют со словами, что они об этом говорят. И вот мне как раз попался, попался канал Александр Редькина. 596 тысяч подписчиков. Нечта мне. Видосик 27 слов паразитов, которые вызывают болезнь, бедность и разруху. 1 миллион с лишним просмотров. Мне до этого далековато. Ну да ладно. Прослушаем. Я буду слушать, как возможно и вы, в первый раз. И если того потребуют, я сделаю какие-то пояснения, замечания свои, так сказать, комментарии. Да, да, нет, нет. Итак, начинаем. Сегодня поговорим о словах-паразитах, которые негативно влияют на наше тело, сознание. И как следствие у многих людей, благодаря этому, в жизни происходит то, что происходит. Сразу же я делаю комментарий. Еще надо добавить, и вот как раз концовка была сказана. На тело, сознание и жизнь в целом вы окружаете себя теми или иными, ну будем так говорить, словами, звуками, которые есть в выражении тех или иных сил. И в результате вы окружили себя, ну так скажем, своеобразным кругом, даже не энергетическим, а разумным. То есть это будут ваши друзья или ваши враги, которые, воспользуясь вашим неведением, просто-напросто будут паразитироваться на том, что вы являются источником жизненной силы. И ее можно у вас забирать. Отсутствие счастья, отсутствие денег, отсутствие отношений, отсутствие здоровья. И человек не понимает первоисточник, первопричины. А как в Библии было сказано? Сначала было слово, а потом все остальное. Поэтому тема очень важная, очень полезная. Сегодня я разверну очень большой перечень слов. И еще такой момент, что благодаря вот этим словам и выражениям люди болеть начинают. И как только вы это поймете и начнете менять, перепрограммировать свое сознание болезнью. Хорошо, послушаем, послушаем. Меня, конечно, интересует механизм. Одно дело, знаете, просто-напросто сказать, вот, слово вы какое-то там произносите, и как бы сказать, вот, оно как-то негативно действует. Механизм, дайте мне механизм. Но если не дадите, я, конечно, сам постараюсь его выяснить для себя. Деньги начнут приходить, отношения в вашей жизни начнут приходить. Меня зовут Александр Рейкин, остров Бали. Каждое мое видео начинается с практики благодарности. Примите мою искреннюю благодарность за то, что вы смотрите сейчас это видео. За то, что подписаны, оставляете лайки, ставите комментарии, делитесь со своими друзьями, внедряете в свою жизнь. Благодарю. Благодарность. Очень разумная вещь. Проснулись, вы еще живы. Вы, значит, еще нужны вселенной, которая вас породила. Очень важно понимать, что человек не просто какое-то земное создание, типа червячка и так далее. Человек – порождение вселенной. И если вселенная дала вам жизнь, и вы проснулись, естественно, поблагодарите это огромное образование, которое позволило вам в нем развиваться. Поэтому благодарность. Благодарность, Господу Богу, за то, что у меня есть такая возможность делиться теми практиками, которые очень сильно феструнировали в мою жизнь. И в свое время я приходил в столовую, и я помню, говорил, дайте мне картошку без котлеты. Я тогда еще ел мясо, сейчас уже нет. В общем, у меня не было денег на котлету. Я постоянно произносил такие слова, как нет денег, нет времени, нет денег, нет времени. Ну и, соответственно, когда я начал заниматься личностным, ростным и развитием, первое, с чего я начал, это менять эти слова. Прямо перепрограммировать. Если я, например, говорил, нет денег, и ты говорил, деньги есть всегда, деньги есть всегда, деньги есть всегда. И нет времени, время есть всегда, время есть всегда. И со временем я начал видеть, как это действительно все появляется. Разумно, разумно, говорит нам Александр. Если вы постоянно отрицаете, то вы как раз себя и окружаете вот этим вот отрицанием. То есть, можно так сказать, вот те, как бы сказать, невидимые силы, которые поддерживают ваше здоровье, жизнь и благосостояние, вот, они реагируют на слово «да», и к ним доступ перекрывается. Вы сами себя перекрываете, ставя себя вот в эту вот какую-то скорлупу, говоря слово «нет». Вот действительно научиться говорить несколько по-иному. Особенно, смотрите, вот тут слово «нет». Если кто-то, что-то от вас хочет получить, и вы чувствуете, что, ну, у вас хотят что-то забрать хорошее, вот тут надо, конечно, научиться говорить слово «нет». А вот относительно себя, когда вы взаимодействуете с пространством и говорите вот это «нет того, нет всего, нет этого, нет пятого, десятого», то вы перекрываете как раз доступ вот этих сил, вот этих энергий, вот этой благодати к вам. Научитесь говорить слово «нет» именно тогда, когда его надо сказать. А во всех остальных случаях надо сказать «да, я здоровый», «я богатый», и, знаете, вот четко так «я красивый», «я великолепный», «я сильный», «я любимый» и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот этот видосик, который мы, можно сказать, совместно сделаем с Александром, он вам очень и очень поможет. Можете его просматривать, и вы, как бы сказать, будете находиться вот этой вот энергетической струей, в которой я нахожусь, с более высоким энергетическим потенциалом. Ну, послушаем дальше. Вот некоторые перечень, которые люди произносят, я его записал, и эти слова, они не просто влияют на психику, они влияют и на тело в том числе. Вот, например, человек говорит слово «кошмар», известное слово, правильно? Штурку «кошмар» в переводе «злой дух», который душит спящего человека. Вот здесь подчеркивается то, что мы порой говорим такие слова, значения которых мы не понимаем. А раз мы, будем говорить, призываем, произнося слово, за которым стоит, как я вам уже говорил, стоит та или иная космическая сила, мы его призываем. То есть сказали это слово, оно уже здесь. Помните, как у Гоголя вечера на хуторе Блездиканьки, когда Данила Кузнец пришел к этому там колдуну, который ел вареники, и говорит, вот мне надо на букву «Ч» встретиться. А он ему говорит, а зачем, говорит, встречаться, когда он уже у тебя за спиной стоит. То есть ты произнес уже все. Поэтому не говорите то, в чем вы не понимаете, не понимаете значение слова, а лишь бы, лишь бы там что-то сказать. И вот смотрите, вот, пожалуйста, он уже тут, как тут, вы его позвали. А раз вы его позвали, позвольте, значит, он думает, а? А, то есть позвали, это, вот мы с вами защищены все-таки, ну, Бог говорит, своей собственной энергетикой. Но если мы кого-то с вами позвали, мы открылись. И, пожалуйста, вот она уже. Заходите сюда, гости дорогие. И, естественно, гости дорогие начинают вести себя как хозяин, раз им позволено. Запомните это. Слово «меня бесит» – это разрешение бесам овладеть собой. Отлично, я даже тут, знаете, особо и комментировать не буду. Это уже произнесло, вот это слово, это говорит о том, что они уже внутри вас. Идет просто раз, как бы сказать, лишний раз их подпитка и активация, которая уже начинает выражаться вот через вот этот вот эмоциональный всплеск. Эмоция в переводе, я люблю себя, означает волновать. Оно волнует нашу энергетику. Энергетика волнует нашу, будем говорить, мышечную систему, то есть спазмы идут. Волнует, значит, выделение разных веществ в кровь. Волнует нервную систему. И в результате от всего этого, цепочку прослеживаем, от такого вот слова возникает психосоматическое заболевание. То есть с уровня психики, с уровня сознания влияние передается на наше тело, вызывая, естественно, ту или иную болезнь. А в этом самом, так сказать, если выше взять, а вверху лежит духовный изъян. Что вы не понимая значение слов, начинаете вот так вот выражаться, якобы это вот модно или хорошо. С ума сойти. Частое выражение в нашем версихоне, которое мы введем часто. Ну вот, говоря это в утвердительном, как бы сказать, положении, отношении, и тем более, так как это вы сами воспроизводите, то вы тем самым наносите себе самим вред. То есть вы себе подталкиваете к этому состоянию, понимаете, подталкиваете своими же собственными словами к этому состоянию. Пожелания все сумасшедшие. Представьте, что мы говорили. Ну дальше пожелания всем вот такого вот, хотя мир на самом деле и находится примерно в таком состоянии. Но, смотрите, вот зацепка это пожелание. Если вы что-то желаете, что-то желаете, вот я желаю миру добра и счастья. Это все пошло, облетело всю вселенную, вернулось ко мне, набравшись вот этого всего добра и счастья. А если вы вот это вот желаете, то есть пожелание очень и очень важная вещь, что ты пожелаешь, что ты и получишь. Это, знаете, как вот капелька, которая упала в тазик, от нее отразились волны. Они пошли, ударили со стенки там, допустим, чашки или тазика, или там кружки. И опять, хоп, схлопнулись в том месте, которое его породило. То есть, куда упала там эта капелька. Очень осторожны будьте с пожеланием, потому что вот это как раз интернет, и вы там, люди норовят вот это все там пожелать, еще и так, знаете. И даже не отдавая себе отчета, что они желают. Что не желают, то не получают. И наблюдая вот это вот, будем говорить, состояние, в котором находится наша планета, вы можете уже судить о том, какие мысли и какие пожелания воспроизводятся на нашей планете. И к чему они приводят. Ничего себе, ничего себе, отказ, причем это слово произносится в порыве эмоций, или еще нифига себе, вот, или сейчас фига, это вот фига. Я записывал отдельное видео на эту тему. Это очень страшные слова, которые разрушительно влияют на все. Ну вот это слово как раз, про фигу, как раз она, или вот это вот, ничего. Значит, вы уже, особенно если в эмоциональном состоянии, эмоциональное состояние ваше, как бы сказать, вот слово, это, ну можно сказать, информация с определенной энергетикой. Вот я так сказал там, люблю, вы чувствуете, люблю. Ну, как оно воздействует так? А если я это слово скажу, вложил эмоции, люблю, то есть я вложил в нее дополнительную энергию, и эта энергия, она рассеивается не так быстро, как хотелось бы. И вот такими вот словами, опять-таки пожеланиями, понимаете, вот это идут пожелания, пожелания и пожелания. Причем пожелания с отрицательной энергетикой, которая вас капсулирует, ограждает, вы этим не хотите, чтобы что-то у вас было, вы вообще все отрицаете. Раз вы все отрицаете, а что ж вы получите? То есть вот эти слова-паразиты, слова-паразиты, надо исключать. Я в шоке, человек, я в шоке в эмоциях, буквально означает процесс нарушения жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, дыхания и именно веществ, просто программа в мозг. Отлично сказано, как бы сказать, не добавить, не убавить, только программа не в мозг идет. Мозг это, знаете, вот как вот компьютер, это железо, а программа это вот то, что сейчас показывают вот это вот. Но есть еще большая, так сказать, программа, жизненная программа, то вот это вот опять-таки идет блокировка в вас, блокировочка. Причем блокировочка такая с, как бы сказать, вот с целенаправленным поражением, разрушением вас. То есть есть слова не просто, которые блокируют, а есть слова, которые непосредственно, знаете, как копье вас втыкают, они разрушают вас. То есть вот такие вот фразы, это как копье, так одно, другое, третье, та-да-да-да-да-да, и в конце концов ваш источник жизнедателя, который в вас находится, понавтыкается куча вот такого вот кольев и перекроет его. Я поражен или поразительно, это признание собственного поражения. Все это слова разрушительные. Короче, вы слышите эти слова, поставьте на паузу и напишите в комментариях. Опять-таки, слово программа, я уж его не говорю, потому что я не хочу эти слова транслировать через себя, но объясняю, что вы уже заранее поставили программу на свое, собственно, на свое будущее, что у вас ничего не получится. Вы уже эту программу поставили, вы ее поставили, можете ставить и в настоящем, когда произносите, и в будущем. А тем более вот это вот не получится, значит, вы ее на будущее поставили. Хотя тут интересная вещь есть такая, частица не, не читается. Но тем не менее, вы в это, в эту фразу вкладываете не то, что получится, а противоположное. То есть еще важно понимать, что вы вложили в это понятие, вроде бы понятие, да, такое, а вы его уже аннулировали. Естественно, у вас по жизни будут происходить разные такие непонятки, которые, и вы будете удивляться, а что ж такое, да вы до этого, не понимая, столько раз привлекли вот это вот все, опять-таки, окружили себя программой, в которой у вас ничего не будет получаться, то оно и не получается. А вы удивляетесь, а почему же оно, а как же оно, а с чего же оно? Увидели ли вы какие-то слова или установки уже в себе, например? Хорошо подчеркнул Александр, увидели ли вы какие-то слова или установки в себе? Очень, знаете, вот человек, ну каждый человек отличается по уровню своего развития, и в частности по уровню отслеживания, что творится в его сознании, что он произносит, как он произносит, это очень важно, то есть, чтобы был, как бы сказать, со стороны самоконтроль. И благодаря вот этому самоконтролю вы можете отслеживать за работой своего собственного сознания и вовремя, вовремя все это дело перекрывать, а тем более менять. Я забегал вперед, сразу хочу сказать, вот на одно плохое слово, которое вы там произнесли, там по ошибке или там за реча, Сразу же произнесите три противоположных по значению слова, чтобы, как бы сказать, стереть это, исправить это. Стереть не получится, а вот как бы исправить это, то есть трижды вы это повторяете. Важно самоконтроль за работой своего собственного сознания. Такое впечатление, как у вас два сознания. Одно вот работает тут, а другое смотрит на вас со стороны и контролирует, и вовремя отдергивает. Это очень важная вещь. Давайте еще слова, которые приводят к болезням. Несколько таких. Лопнуло мое терпение. Ну что сказать. Насчет терпения. Главное вот то слово, которое вы говорите, лопнуло, уже и относительно. Опять-таки, вот лопнула труба, лопнул там цистерна, лопнула там еще там что-то там такое, бутылка-то. Но, вот когда вы это все применяете к себе невольно, одеваете, значит, вот как раз у вас тут и начинается нечто такое происходить, типа этого лопания. Здесь очень важно понимать, что так как слова рождаются на самых тонких информационно-энергетических уровнях, с которых строится программа человека, то искажения возникают аж там. Там, 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 а потом уже они передаются на физическое тело. То есть здесь даже, как бы сказать, вот есть психоэмоциональное состояние, психоэмоциональные болезни вернее, а тут гораздо глубже. Здесь где-то будут духовно, эмоционально, телесные болезни с влиянием на судьбу. То есть аж с того уровня это все может спускаться и приводить к таким вещам. То есть вы должны понимать, с какого вы уровня действуете. Одно дело, вот сдавил человека там с физического уровня, а другое дело, вот этот удар, будем говорить, словом, по самому себе, удар программы, которую вы ставите, не понимая ее смысла, на самого себя, это серьезные вещи. И вот от этой шелухи, от этой шелухи избавиться очень сложно. Это, ох, непростое. Одно дело физическое тело очистить, а другое дело, вот как раз очистить вот самые тонкие наши уровни сознания, которые как раз вот это все и вырабатывают. Я уже голову сломал. О чем вообще речь? Зачем это произносить? Вдумайтесь в смысл этого слова. Прекрасно сказано. Не ломайте себе ничего, тем более голову. Ну, не получается там какая-то там проблема или еще что-то там. Значит, вот все это можно выразить совершенно иначе, так, чтобы это шло на то, чтобы решало эту проблему или вас приближало к решению этой проблемы. А когда вы вот так вот говорите, вы и проблему не решаете, которая вам там что-то там якобы ломает, и сами себя ломаете. То есть вы, опять-таки, устанавливаете такую вещь. Молодец, Александр, заважал я его. Что-то меня гложет или глючит или еще как-то сидит у меня в почках. То есть мы прямо туда програнируем, что что-то там должно начать происходить. Мне перекрыли кислород. Вот такие, конечно, фразы, которые конкретно наводят энергетическую порчу на те или иные органы. А потом мы будем там удивляться, а почему там вот так, а почему вот это. Там мы более-менее регулярно повторяем вот такие вот утверждения, понимаете, это идет утверждение. Утверждение, запомните, всегда имеет силу. Александр пока об этом не говорит. Он просто говорит, что вот это вот зачем. А я уже, мне интересен механизм. Утверждение – это всегда программа, которая хочет работать. И если вы хотите, чтобы почки были здоровые, вот как раз здесь можно использовать образно-волевые настрои сытина. Либо сами придумать, но почки работают отлично. Они переполнены золотистой энергией. Вы за счет утверждения ставите программу на исцеление. Великое дело. Не перевариваю что-то или кого-то. Частое выражение, которое нужно убирать с лексифона. Важно убирать. Это на вашем теле будет отражаться. Не перевариваю, потом проблемы с пищеварением, еще с чем. Как пища у нас не переваривается. Точно так же мы своим сознанием не можем впустить или понять какого-то другого человека. И вот это вот говорим, что мы его не можем, как бы сказать, усвоить, понять и принять. Еще разок. Мы не можем его усвоить, понять и принять. Раз идет такое, опять-таки, отрицание, и внутри это все ставится блокировка. Опять-таки блокировка ставится на очень тонких уровнях. И связано это, видите, как еще так сказано, с пищеварением. То есть указание, аналогии. Вот скорее всего это начинает и влиять на то, что пищеварение человека становится хуже. Он же сказал это. Наш организм, вот очень интересно понимать. Наш организм, он все слышит, все понимает, все применяет и внедряет. То есть каждая клетка, вот я как-то об этом рассказывал. Каждая клеточка нашего организма с вами, она настроена на то, что, знаете, она как вот в массовке имеется, допустим, ну грубо говоря, собралась толпа людей. И они жадно слушают там какого-то оратора. Они ему внимают, они открыли рты. Особенно, знаете, вот дети. Им что не скажешь, они все принимают за правду. Вот куча детей стоит, а взрослый человек им рассказывает там какую-то там сказку. Они... Если это страшно, они боятся. Если это радостно, они смеются. Так точно. Вот эти все наши понятия, слова и прочее, прочее, слышат, слышат наши клетки. Вот эти... Весь этот тонкий посыл. И если тонкий посыл такой благородный, с любовью, клетки расцветают, они хотят, знаете, отблагодарить организм, который создал для них среду, который, знаете, будем говорить, для них, как бы сказать, вот такие вот песенки поет, их как-то развлекает, воодушевляет, им хочется работать лучше, лучше, лучше. А когда их начинает гнобить, слово тоже такое плохое, то с помощью вот этих различных посылок, то они вот так прижухли, они спазмировались, они не могут работать, полноценно работать. Вот поэтому вот как раз вот этих вот, в этих всех, какое-то, вот мы говорили много о депрессии, какие-то, знаете, изменения в сознании, что-то у человека не ладится. Он, будем говорить, как бы сказать, ждет каких-то трудностей, поисков там работы, там еще чего-то там, получится, не получится и так далее. Это все отражается на работе клеток, понижается вообще энергетика. Ой, какие книги написал прекрасно, если бы там почитали про сознание, про то, что вот сознание как лампочка, знаете. Если энергии много, она светит ярче. Если ее меньше, от депрессии, то она светит более тускло. Из-за этого нет энергетической, так сказать, подосновы, которая руководит жизненными функциями, и организм угасает, угасает. Учитесь поднимать, поднимать свой энергетический уровень, и я вам демонстрирую это постоянно, постоянно, с помощью тех или иных слов, с помощью самого себя. Вы посмотрите на меня, а мне же тоже были там разные, там, всякое-всякое-всякое. Ну, вот работа над собой именно, вот контролер, вот он следит. Не сразу все это получается, ох, не сразу. Но тем не менее, вы така-чука-чука-чука работаете и достигаете того, что вот, и сейчас душа ликует и поет. Это великолепное состояние. Вот чего все бы хотели достичь, несмотря на то, что там у них есть деньги, нету денег. Все соки из меня выжили, человек, когда он начинает это говорить, все, усталость, апатия, все это, как следствие, приходит. Ну, естественно, естественно, опять-таки, программа на себя, вместо того, чтобы внедрить, или, как бы сказать, продуцировать внутри себя более, так сказать, позитивную программу, продуцируется программа, вот как раз мы с вами говорим, продуцируется вот эта вот программа по угнетению самого себя. Просто-напросто они продуцируются, и со временем все это налаживается, 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 и возникают вот эти вот состояния депрессии, там, усталости и прочее, прочее, прочее. Что я хотел бы сказать? Вот я такой же человек, как вы, но при этом, смотрите, я понимаю, вот мне было там 20 лет, у меня там было одно здоровье, то есть вот 20-летнего парня, там, знаете, вот здоровье вот это. Но я сейчас понимаю, насколько это здоровье может быть гораздо больше, из-за того, что вы стали более мудры, вы отодвинули от себя разный негатив, который в 20 лет, вы еще не понимаете, что это негатив, как он там действует и так далее. И так же вот, произнося вот эти вот слова, вы его окружаете. И сейчас, вот чтобы вы просто для себя сравнили, что ваше здоровье, ваше эмоциональное состояние, ваш духовный уровень, вообще ваш потенциал может быть намного выше, нежели там в 20, 30, 40 лет. Вы даже такого и не ощущали, что можно ощутить и как себя можно чувствовать. Много крови мне попортили, чихать я хотел, надоело до тошноты, а потом тошнит какой-то дискомфорт, просто ножом по сердцу. Представьте, какое, ну, это просто фраза убийства у людей, потом сердечный приступ, приступ происходит. Ну, происходит не сразу, не сразу, но тем не менее, тем не менее, все вот эти вот утверждения негативные. Я уже много раз здесь повторяю. Это программы, вы ставите утвердительные программы, которые начинают работать. А тем более, если они эмоционально окрашенные, они, знаете, долго рассеиваются. Вы их поставили, и они там у вас и сидят. Плюс они, вот, я занимался, ну, при случае, повторюсь, занимался дыханием, очищающим полевую форму жизни. Я до этого и не подразревал, что вот эти все эмоциональные шлаки и утверждения могут буквально-таки нашпиговывать нашу полевую форму жизни. То есть нашу энергетическую вот эту вот голограмму. Плюс они могут собираться вокруг определенных органов, так как там особая энергетика, которая родственна им. Особенно, допустим, вокруг печени. Вот все, что касается гнева, это собирается вокруг где-то печени. Все, что касается страха, это больше вокруг почек собирается. Все, что касается вокруг разочарования, вокруг сердца. И в результате, в результате у нас портится голограмма сердца, печени, почек, там, желудка. И угнетается выработка вот этих вот красных кровяных телец и вот этих вот клеток, как там их называют, костным мозгом. Мы себя задавили. И когда мы начинаем, вот смотрите, дышать, вот это все штуки эмоциональные, они начинают в виде кольев проявляться у нас и выходить. Мы еще подключаем соответствующую музыку, которая также за счет вот этого вот создает особое эмоциональное состояние. И начинаем это все вытягивать из себя, вытягивать. И уже за счет этого мы становимся намного лучше. То есть я в свое время, так между нами говоря, проделал, смотрите, очищение физического тела. Помимо чисток, особенно помогло мне это сорокасуточное голодание, которое очистило, будем говорить, межклеточную жидкость. Очень хорошо и плюс там это. А далее, далее я еще делал очищение полевой формы жизни. А далее, далее я начал работать, чтобы вот этого всего не было. То есть, чтобы явно не вредить своему организму. А именно, начнем с простого. Не есть то, что не надо употреблять внутрь. Не думать то, что может повредить. Ну и наконец-таки, пссс, никому не говорите. Сейчас я работаю над повышением своей энергетики. То есть вот это вот уже почва подошла. И это уже, так сказать, закономерный, правильный итог развития. Вы работали над физическим телом. Вы поработали над своей психикой. Узнали, как она работает. И наконец-таки, вы добрались до того, чтобы повысить энергетику. Это дело крайне непростое. И до этого надо дойти. И тут уже действуют не столько, знаете, вот какие-то там рекомендации. Хотя кое-что я там могу дать. Я уже со своего собственного опыта. А тут уже играет роль ваш вклад. Что вы влаживаете в себя. Что вы влаживаете в свою собственную жизнь. Как вы живете. То есть это уже работа, духовная работа с мировоззрением в первую очередь. Далее идет с побуждениями. Чтобы вы поняли как. И потом уже черты характера, а разная черта характера, вы уже понимаете, откуда у вас идут эмоции. Ну и плюс вот такая вот работа над вот этими словами. Меня уже трясет. Сыт по горло. Загоняли меня до смерти. Или, например, вот эти слова, они приводят к больным суставам. Я снова хвалюсь от усталости. Сейчас это выражение. Ой, я устал. Я снова хвалюсь. Все проблемы с ногами начинаются с коленями. Ну не обязательно проблемы будут обязательно там с коленями. Возможно, возможно. Это как бы сказать, требует дополнительных исследований или наблюдений. Но тем не менее посыл правильный. Раз вы так говорите, значит, вы уже непосредственно влияете на то, что вас держит. На свои суставы. На свои мышцы. Стоите вы на ногах, значит, будет на ноги. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, вы вот этими утверждениями, вот запомните вот этот механизм произнеса, вы утверждаете. Утверждаете, это вы себя программируете. Программируете. Вы получаете конкретный результат. Как отрицательный, если будете программировать себя по другому, получите положительный результат. Дополз домой, как черепаха. Ноги к руки ты выламываешь. Упал без задних ног. Вот у меня на перемену погоды всегда болят ноги. Еще такое слово. Капец. А потом с ногами проблемы. Кстати, а давайте посмотрим, что собой означает слово капец. Одно из понятий – это конец. То есть, вы себе устанавливаете в своей жизни, в своих, как бы сказать, достижениях, в своих, вот, ну, по всей своей жизни, вы устанавливаете себе некий рубеж. Сами себе. Опять-таки, программу установили, что дальше ничего не будет. Не устанавливайте себе такую программу. Жизнь – явление бесконечное. И очень часто мы не задумываемся о том, что мы произносим, что мы посылаем. Если мы берем такие темы, как финансы, например, человек говорит, денег нету, денег нету, денег нету. Да как нету? Вас, например, спрашивают, дай их долг. А вы говорите, денег нету. Да как нету? Есть всегда. Да, у каждого из вас откройте кошелек, как минимум, рубль есть, это же деньги или доллар. У вас деньги есть всегда, и это правда, не обманывать. Нету времени – нету времени. Время есть всегда. Соответственно, сейчас задача этого видео – понять вот эту причину, следственную связь. Потому что, как только вы начинаете перепрограммировать, как это делается. В свое время, когда я, например, отслеживал какую-то негативную фразу или слово, я придумал себе слово «антипод». Ну вот, как раз я до этого вам говорил. Для того, чтобы, кстати, до этого были различные действительно ситуации. Кто-то просит у вас там занять, кто-то еще что-нибудь такое. Знаете, я лично старался не занимать. Я говорил, так, что у меня, допустим, есть, там, допустим, тысяча рублей, я могу тебе дать. Ты тысячу рублей, но не говорил, что у меня есть тысяча рублей, хочешь, я могу тебе этот самый. Там, занят, не занят. И человек говорит, да, давай мне тысячу рублей. И через какое-то время, вот, как он сам говорит, я хочу тебе там занять деньги. Ну, у меня есть не пять тысяч рублей, а тысяча. Надо тебе? Он говорит, надо, все. Как бы сказать, ну, не то, что жду я отдал, и особо ничего не жду. И если человек порядочный, он через какое-то время тебе это отдаст. Если человек непорядочный, то это как раз своего рода проверка на порядочность, что, значит, с ним никаких дел иметь не надо. Действительно, говорить, программироваться на то, что у вас какие-то проблемы с деньгами, и вы вот это, знаете, еще утверждаете, вы обрубаете энергетику, которая, событийную энергетику, которая к вам поступает по вот этим всем денежным каналам. Поэтому здесь вот как-то надо вот так вот произнести, чтобы было нормально. Я богатый, как говорят, а богатый потому, что не трачу. Ну, здесь, короче, у каждого как-то свое. Вот лично у меня, знаете, нету такого богатства, как бы сказать, возможно, которое бы хотелось. Но я к нему особо и не стремлюсь. Но есть такой достаток, человеческий достаток. Машины там, возможность их заправить, немножко там поездить. Более-менее там купить, поесть, что ты там хочешь. Но ты уже не хочешь там чего-то там такого, допустим, ага. Каких-нибудь там вин, яуст и так далее. Потому что понимаешь, что все это не то для здоровья. Ну, примерно вот так. Я думаю, вы поняли. Важно так сказать человеку и самому себе насчет вот богатства. Чтобы это привлекалось, а это не утекало. Потому что я знаю, допустим, мне рассказывали про Михаила Шолохова, когда он получил вот эту вот премию и плюс гонорары за издание книг, к нему как потянулись станичники. Дай, дай, дай. И он никому не отказывал. Да-да-ра-та-та-та-та-та. Потом видеть его просто-напросто, знаете, о, там у Михаила можно деньги там взять или занять, как бы сказать, и не отдавать. Он чувствует, что его растянут. В конце концов, он говорит, ну там записочку там напиши, что ты там отдашь или еще. Это как-то ограничило поток людей, которые получить деньги, не вложил никакого труда на доверие человека. Нету денег, деньги есть всегда. Нету времени, деньги есть всегда. Так, насчет денег. Деньги есть всегда. Ах, всегда, всегда, люди. Лучше вот, вот это вот слово есть, мне не нравится. Я уже много раз говорил. Есть, она подразумевает много. Есть жена, есть деньги, есть машина, есть дом. Хочу есть там и так далее, и так далее. А вот здесь лучше, сейчас надо немножечко подумать, как это сказать, вот сказать мысль, придет или не придет. Здесь лучше сказать, деньги в кармане, деньги в моем кармане. То есть, вот вы связываете деньги и свой карман. Деньги в кармане. Ну, можно добавить всегда. Деньги всегда в кармане. Не надо слово вот это есть. И получается, как только я эту фразу произносил, я сразу же 10 раз на сознательном уровне проговаривал другую. Ага, вот здесь как раз говорится 10 раз. То есть, если вы сказали, что у вас не имеется их, вы в противовес этому уже осознанно, так как внутренний страж сработал, контролер, и сказал, так, эту фразу надо переговорить. Для того, чтобы она, как бы сказать, все это негативное уничтожило, 10 раз. Ну, я слышал обычно 3 раза достаточно. Ну, для того, чтобы добиться, возможно, большего результата, ну, можно 10 раз. Ладно. И как только вы начинаете замечать, уже 50% работы проделаны. Поэтому вот лично у меня это очень круто сработало. Очень. Вся моя жизнь изменилась. Сейчас я живу на баре. У меня есть абсолютно все, о чем мечтают люди. Там, деньги, команда, бизнес, я счастлив. То есть, все хорошо по всем фронтам. Иногда я еще отслеживаю какие-то слова, которые из подсознания прямо выходят, работают, работают с ними. О чем я вам говорил? У человека должен быть внутренний страж, который контролирует, что он там говорит. И как он говорит? Чтобы вы только окружали себя позитивом и притягивали. Более того, вы, чтобы это все проецировали на всю Вселенную, на всю Вселенную. Все эти наши мысли, все это там пробежало, знаете, по всем этим галактикам и другим Вселенным, обрастают вот этими всеми благодатями, в которые вы вложили смысл. И они приходят к вам. Приходят к вам. И вы начинаете чисто физически пожинать какие-то плоды, какие-то идеи. Не обязательно, знаете, вот пачка денег там упадет. Хотя и такое бывает. Отлично, у меня даже такое было. Ну, перед этим был, извините меня, затрачен огромный труд по написанию книг, а потом, чтобы это упало. Тут тоже так немножечко надо рассуждать. Ну, по крайней мере, вы не отталкиваете от себя, а вы привлекаетесь. Сначала привлекается на вот этих тонких уровнях, и далее это все начинает материализоваться в ту или иную, будем говорить, идею, мысль, направление, которое в конце концов только, опа, выражается. Пожалуйста, компьютеры, пожалуйста, камеры, достаточно одной камеры, а тут их три, такая же лежит здесь, четвертая. Компьютер вот он, вот еще камера, вот такая же камера снимает. Вот еще фотоаппарат. То есть, если правильно вы подойдете к этому, знаете, действительно, а еще сделаете полезное дело вот для всей Вселенной. Опять-таки, не принижайте себя до уровня какого-то там винтика. Берите масштаб пошире. Значит, вас так отблагодарят, что не хватит дома, чтобы напичкать всякими этими самыми штуками, которые бы вы там хотели. Так, ну, дальше. Перед тем, как я записывать видео, я просто сидел, накидывал, и прям родилась новая мантра. Очень интересно. Давайте вместе споем ее, можете ее потом спеть, если она закрепится. Я не знаю, как она в сердца людей выйдет. Так, мантра, мантра, мантра. Как-то для себя. Что такое мантра? Буквальный перевод – инструмент мышления. Мантра, молитва. Опять-таки, на наш язык это означает посыл. Я бы так выложил сам. Чем он сейчас будет заниматься? Он будет заниматься посылом, мысленным посылом во Вселенную с целью получить обратный эффект. То, что вы произнесете, будет резонировать соответствующими силами и вернется к вам в том или ином виде. Ну, послушаем. Деньги есть всегда, время есть всегда, счастье есть всегда и любовь есть всегда. Деньги есть всегда, счастье есть всегда, время есть всегда и любовь есть всегда. Вот оно как, понимаете. Ну, вот знаете, меня несколько, как бы сказать, так скажем, удивляет, когда говорят вот так мантра, хотя мы сейчас узнали, что это инструмент мышления, инструмент мышления, но вот так вот это, это вы просто-напросто как раз сделали утверждение, что вы хотите получить. Что вы хотите получить? Ведь главный инструмент у нас, это наше как раз сознание, наш мыслительный аппарат, это самый главный наш рабочий инструмент, с помощью которого мы взаимодействуем со Вселенной. И очень важно понимать, как этот инструмент настроить, как он работает, и работать так осознанно, чтобы получать соответствующее благо в виде всего, что Александр перечислил. Есть. Перестаньте с этого дня ограничивать себя своими же словами, помните про силу слова, про ее материализацию. Отлично. Счастья вам и всех благ. Вот, вы говорите, ну, вот так вот у Александра сложилась его жизнь. Я уже вам читал стихотворение, которое пришло ко мне, когда я начал работать со словом. Причем пришла энергетика. Вот я сейчас такую энергетику, но я думаю, это не только от гравитационной гимнастики ее получаю, а это уже идут, как бы сказать, вот эти все наработки мои. И все это налаживается еще на мои занятия, получается такое. Но, когда я работал вот как раз со словом, у меня была энергетика, возможно, даже еще более сильная. Вот как я вам рассказывал, то, что я ехал, и вот все, знаете, вот какая-то радость сплошная была. Так вот, вот это такое радостное состояние, оно было, было там ни один час, ни два часа, а оно, знаете, вот как, знаете, что такое настроение. Одно дело, эмоции это всплеск благоприятный, а настроение это когда вот это плато идет благоприятное. Так вот, это плато было огромное. И как раз настолько вот это все дали мне авансом, что раскрылись вот эти вот творческие хляби, и просто-напросто пошли там стихи и прочее, 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 прочее. И в частности, вот это вот творение, которое сейчас я произнесу. Я тому слово постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты, оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось, свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось, теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Кстати, можете посмотреть вот этот видосик, мой видосик на вот эту вот тему, ну и сравнить, вот о чем я говорю, и он говорит. И вот этот видос набрал более миллиона, а мой видос, если наберет больше тысяч.